Шалам раха. Сегодня мы продолжим наш шиур о ошир, о счастье, о радости, о этом состоянии счастья, которое как мы можем его достичь. И мы разбиваем его на две части. Во-первых, мы сказали, что путь к счастью именно идет через мельхамат, через борьбу. Когда я воюю, когда я начинаю понимать, что Яцарара, она пытается нас обмануть, она пытается нам дать какие-то разные иллюзии. Когда я начинаю против этого противостоять, тогда у меня действительно появляется это чувство, это состояние ошир счастья. Сегодня мы постараемся понять, почему именно это счастье, это состояние счастья, к чему мы все стремимся, зависит именно от того, чтобы от нас ожидалось, чтобы мы боролись. Для этого мы начнем с самого-самого начала. В Хэт Адама Решон, в первый грех, от которого мы все до сих пор еще тронуты, мы стараемся это исправить. Адам и Хава, они кушают от этого запрещенного плода. И в тот момент, как известно, Адам и Хава, первый человек и первая женщина, мы все, все наши души тоже участвовали в этом грехе. И когда это происходит, то в человека входит эта зоома, эта нечистота, эта тума. И до того это зло было снаружи, теперь оно становится частью нас изнутри. И в этом наша бихира, наша свобода выбора полностью меняется. В данный момент, что такое зоома, что такое вот это вот нечистота, вот это вот зло, которое становится частью нас, это именно отсут, это грусть, это лень, это что-то, что внутри нас старается нас уничтожить, старается нас предать, но именно символизируется это именно отсут, грустью. Как от этого освободиться? Это полностью противостоит Ошер, человек, который, чтобы он, чтобы я чувствовал себя счастливым. В, так как мы все участвовали в этом грехе, каждый из наших душ это осколок Адама и Хавы. Получается, что каждый из нас получил какую-то часть этой зоомы, этой нечистоты, этого зла внутри нас. Некоторые больше, некоторые меньше, зависит от того, насколько была наша душа участвовала в этом. И теперь наша задача от этого избавиться. Путь избавиться от этого, это исправить, это только через борьбу. Почему? В чем была сущность этого греха? В чем запрет был вкусить от этого плода? Когда это произошло, объясняют наши мудрецы, что если бы Хава, если бы Адам и Хава, они в тот момент раскаялись и решили, что они совершили ошибку, это было неправильно, они возвращаются к Ашему, они раскаиваются. Если бы это произошло в тот же момент, когда этот грех произошел с ними, тогда все было бы по-другому. Если бы они в тот момент не повернули все, тогда они бы остались в Ганеден, в раю. И вся история человечества выглядела совершенно по-другому. Но это не произошло. Чтобы понять это, мы немножко перепрыгнем и будем сейчас пытаться понять другую стадию в нашей истории, где тоже мы освободились полностью от этой зоомы, этой нечистоты внутри нас, и потом она возвращается опять. Это происходит на горе Синай, когда еврейский народ, мы все единогласно принимаем Тору, и мы освобождаемся полностью, мы приходим к совершенству. И в тот момент, когда Моша-Бейну спускается вниз, почему он спускается вниз? Потому что Ашему ему говорит, твой народ, он совершает идолопоклонство, разврат. И Моша-Бейну говорит, он говорит, спускайся сейчас вместе с Лхот, вместе с крижалями, спускайся вниз. Моша-Бейну спускается вниз. И когда он это видит, он бросает и разбивает с крижали. И в этот момент сказано, что вся эта зоома, уже до этого, когда был создан этот хэт-хэйгл, золотой телец, это возвращает эту нечистоту опять внутрь нас. Она уже ослаблена, но она возвращается к нам. Здесь очень важно спросить, что происходит. Ашем говорит Моша-Бейну, что происходит, что внизу твой народ занимается самыми большими грехами, которые есть. И в тот момент все еще, он говорит Моша-Бейну, что он спускался. После этого Моша-Бейну спускается. Почему не разбивает эти скрижали наверху? Почему он только разбивает их внизу? Более того, Ашему говорит, спустится вместе с крижалями. И потом, когда он их разбивает, сказано в Хазаль, что Аше-Шеварта, Яше-Коях, ты молодец, ты сделал правильно, что ты их сломал. Но почему не нужно было их сломать сейчас? Нужно было их сломать до этого? Если тебе, Ребони, Шелам-Бейну, Творец тебе говорит, что происходит внизу. У тебя есть какие-то сомнения? Тебе нужно было посмотреть на это, увидеть это. Что тут происходит? Какое изменение произошло тем, что Моша-Бейну спускается вниз, только потом он их разбивает. Здесь, если мы посмотрим, Псуким сказано очень четко, что в 32 главе, в Шмот, второй книге Торы сказано, что Ваяр-Хейгл, Моша-Бейну спускается вниз. Когда он приближается к Махане, к лагерю, он увидит лица и пляски вокруг него. И тогда, в этот момент, он разбивает сквежали. Ашем ему говорит, сам грех, с этим можно бороться, с этим можно исправить. Человек может опуститься в самую бездну. Можно спуститься к нему вместе с Торой, вместе с Кедушой, вместе с Рятостью и поднять его наверх. Но здесь Моша-Бейну видит, что это не просто грех, это пляски, это танцы, это радость. Весь народ, он наслаждается этим. Здесь этого уже не исправить. Он разбивает сквежали. И Ашем говорит, действительно, так нужно было сделать. Мы видим, что тума возвращается, вот эта вот за ума, вот эта нечистота, она возвращается в тот момент, когда есть удовольствие, есть радость. И нету борьбы, не было никакой сопротивления этому греху. И это именно то, что произошло в Саддам и Хава. Мы должны быть очень осторожны, не говорить, когда мы говорим о каком-то истории, особенно говорится о первом человеке, о человеке, который Ашем создает сам. Но сказано в Хазаль, что когда Адам и Хава, они вкушают от этого плод, и они видят, что они сделали что-то не так, их реакция охал в эхал. Я скушал, я буду кушать дальше. Опять же здесь, здесь нет никакой войны, борьбы, нет никакого сопротивления, нет никакого старания как-то удержаться и не совершить это. Наоборот, происходит полное... Человек сдается, он идет по поводу, он наслаждается этим. Когда он наслаждается этим, это за ума, это нечисто заходит, и здесь единственный путь, как от нее избавиться, именно тот путь, как она зашла. Нужно бороться, нужно принимать правильный выбор. Там, где человеку очень тяжело, там он старается именно сделать правильный шаг и перебороть себя, и тогда он избавляется от этих клепот, избавляется от этих оболочек, избавляется от этой внутренней тумы, нечистое, которое зашло в меня, и она уходит. И когда она уходит, человек чувствует, он приходит к этому чувству счастья. На горе Синай мы достигли этого уровня, мы пошли против нашей природы, мы пошли против всего. Мы сказали, что мы берем, мы принимаем на себя всю Тору. Это был огромный подвиг со стороны еврейского народа. Когда это произошло, действительно, вся эта нечистота изнутри, мы избавляемся от нее. Но после того, как мы опять же совершаем этот грех Солотого Тельца, и мы радуемся этому, там нет никакой борьбы, там нет никакого сопротивления, оно возвращается обратно. Человек может делать много хороших дел, он может много учить Торы, он может помогать другим и так далее. Но если нету борьбы, если нету, когда он видит, что некоторые вещи ему тяжело, есть люди, которые считают, что, ну, я к этому еще не готов. Я, то, что мне дается легко, то, что мне идет просто, как по маслу, это я буду делать с удовольствием. Но те вещи, которые мне тяжело, я еще не до этого не дорос. Понимаю, что это проблема нашего поколения. В нашем поколении очень тяжело найти настоящего понимания, что сопротивление, какой-то некомфорт, и идти против своей воли, да, мы привыкли наоборот. Надо делать то, что я хочу, то, чем это наслаждаться. Он пишет, что здесь, когда идет мельхама, когда идет война, миссирует нефы, человек самоотверженно борется за что-то, за правильное, за я цветов, тогда там я цары не существует. Там он убирает полностью все это зло, все это тума, все это нечистоту, которая у него есть. И в этот момент мы чувствуем радость, мы чувствуем, мы шарим, мы чувствуем счастье, потому что действительно мы избавляемся от того, что, как мы дефинируем, как мы определили, зло, которая зашла, это отзвуд, это вот эта вот лень, это грусть, это вот эта депрессия, которая, источник ее, это я царара. Человек никогда не может сказать, что моя душа слаба. У меня, я слабый человек, на этом отличался Эйсов. Эйсов, он считал, что он осую, вот такой он и есть. Он готовый, осует это слово, готовый. Он рождается весь в волосах, погреб волосам, как будто бы он уже вырос. Это не такой печати, что у человека каждый из нас, он может бороться. Может, как любой человек, когда он начинает поднимать какие-то гири, или начинает заниматься спортом, он начинает приседать, отжиматься, он практически не может ничего сделать. Каждый день, когда он старается, он предлагает усилия, он видит, что он добирается большего. То, что человек думает сейчас, он не в силах это сделать, это не так. Он в силах, нужно только начать, нужно начать бороться, нужно начать этот путь. Но кроме всего этого, то, что это правильно, это дает огромное удовлетворение, огромное счастье человеку. В Хазал сказано, что человек родился работать, он рожден работать. Не сказано, он рожден, чтобы делать митцвот, заповеди, учитарь, нет. Он должен работать над собой. Когда, после того, как Адамы и Хава, они изгоняются из рая, из Ганейден, сказано, что они будут работать в поте лица. Это именно причина тому, что произошло. До этого они не готовы были бороться, работать. Поэтому после этого приходится именно этим заниматься. Вопрос, где в Торе, где сказано, что нужно быть счастливым? Есть такая митцва, есть такая заповедь, что я должен радоваться, я должен танцевать, я должен прыгать, я должен улыбаться. Где в Торе сказано, есть митцва, есть обязательство быть счастливым? Есть много песен об этом и так далее, но есть целый хаседуд, который на этом построен. Мы хотим источник, мы хотим увидеть, действительно, Тора нам приказывает быть счастливым. И ответ на это очень-очень-очень фундаментальная вещь, что можно было бы сказать, что в ТОХХ сказано, там, где описываются самые страшные наказания, проклятия еврейского народа, и там написано, из-за того, что ты не служил мне с радостью. Ну, во-первых, это радость, это симха. И опять же, наоборот, нигде не сказано, что нужно было это делать. Ну, тут сказано, что это не произошло. Но почему нигде не упоминается до этого, что от нас ожидается быть радостным и счастливым? Как мы сказали раньше, что в наше время это, наоборот, это выглядит странно, если человек такой довольный жизнью, он счастливый, люди начинают подозревать, что с ним что-то не так. Поэтому вопрос здесь так, должен быть поставлен так, что с чего мы начинаем? Человек по натуре, по природе, с рождения, он, в общем-то, не счастливый, не радостный. И поэтому Тора должна ему сказать, нет, ты должен быть радостным. Или наоборот, если мы посмотрим вокруг, посмотрим на детей, дети, они радостные, они улыбаются, они смеются, они постоянно, у них такая особенная жизнерадостность, они радуются всему. Когда они вырастают, то потихоньку жизнь становится более, как-то их бросает в одно место, в другое. Это от их среды, от их семьи, от школы, работа. И так потихоньку мы становимся, мы теряем это счастье. Поэтому вопрос здесь так, мы, Тора должна нам приказывать быть счастливым, если мы, на самом деле мы же родились так. Может быть наоборот. Имеется в виду, что ты не служил мне с радостью, почему ты не убрал из себя эту грусть, почему ты не сражался, почему ты не работал над собой, почему ты не боролся. Если ты будешь бороться, ты сможешь избавиться от этой тумы, от этой нечистоты себя. Тогда у тебя набудет в этом обвинение еврейского народа, которое не соблюдал Митцвод в тот момент. Если у человека он идет по этому пути, где он понимает, что там, где мне тяжело, вот именно там моя роль, там от меня ожидается этой борьбы, и автоматически этот путь освободится от всего того, что внутри нас приводит к нашей грусти, тогда получается, что не нужно приказывать, чтобы мы были в радости. Если человек выполняет свою роль в этом мире, автоматически он ведет к тому, что он будет счастливым. Получается, что в нашем время, опять же, это очень концепт, который очень чужд. Я слышал об известном психиатре, который когда к нему приходят пациенты, то условия, что я буду с вами работать, если вы готовы бороться, если вы готовы потеть, если вы, как пациент, не готовы предложить силы свои, тогда тут не о чем говорить, это просто выброшенное время и деньги. Это очень правильный подход. В наше время молодежь и все, мы настолько привыкли, чтобы искать полного комфорта, полного... У нас уже такое обилие, как рассказывается про Аарон Лейпштейнман, что есть один известный зубной враг, врач, который у него была большая красивая клиника в Тель-Авиве, и он после этого, он становится религиозным, он бросает все, он идет в ешиву, и в какой-то момент он открывает маленькую, небольшую такую клинику в Нейбраке, и как награда за то, что он изменил полностью свою жизнь, то Равштейнман и другие большие праведники, они были его пациентами. И когда Равштейнману было... нужно было делать какую-то процедуру, и нужно было менять мост, это очень болезненная процедура, то доктор сказал, что сейчас я сделаю шприц, несколько уколов, чтобы... И Равштейнману спросил его, а зачем уколы? Говорит, чтобы... Это обезболивающее, чтобы не было боли. Равштейнману спросил его, а что плохого с болей? Что в этом плохого? Что будет боль? Что в этом не так? Он застил свои десятки лет, он никогда не слышал такого вопроса. Говорит, ну это вот очень больно. Он говорит, ну ничего, не нужно уколов, я просто буду сейчас думать о какой-то сложной теме в Талмуде, и все. И вся процедура, это была долгая, очень-очень непростая лечение, без какого-либо обезболивающих. И Раван Лейб сказал, а что в этом не так? Настолько нам это чуждо, настолько непонятно, что значит боль, нужно бежать от боли, нужно бежать от какого-либо дискомфорта. Это же цель нашей жизни. Но мы видим, что так как мы бежим, чтобы почувствовать счастье, почувствовать какое-то удовлетворение и радость, но чаще всего мы будем бежать от этого дискомфорта, от этой борьбы, и мы никогда не сможем прийти к счастью, потому что именно счастье накроется именно в этой борьбе. И это начинается во всем. Это начинается, как мы обращаемся к нашим близким, к нашей семье, как мы учимся. Была группа очень серьезных «Тонли Хахамим», знатоков Торы. И когда они услышали, что в учебе то же самое, человек может стараться понять что-то, он не понимает, он идет к какому-то знакомому, к какому-то другу и спрашивает, а что, как это мне понять? Он объясняет. Или он идет, открывает книги, в наше время есть огромная билия любой книги, любой ответ на любой вопрос. И когда они услышали об этом, что давайте не будем бежать сразу же за ответами, за легкими ответами, а давайте попотеть немножко, нужно посидеть и постараться понять, постараться вот это вот, прижить усилия, большие усилия к тому, чтобы понять это. В... Здесь, в наше время, человек просыпается утром, у него есть уборщица, которая все убирает дома, у него есть адвокат, который решает все его юридические проблемы, у него психиатр, у него есть повар, все, когда он просыпается, у меня плохое настроение, то я звоню своему психологу, моему коучу, и говорю, у меня плохое настроение, сделай что-то с этим. это твоя проблема, это не моя проблема, что у меня плохое настроение, это твоя, ты должен ее решить. Мы не готовы конфронтаться, мы не готовы к тому, чтобы как-то постараться, побороться с теми сложностями, которые у нас есть. когда мы понимаем, что есть вещи, которые выше нас, и действительно, мы должны понять, где наша граница, когда это, да, в наших рамках усилий, да, как до войны, в разных поколениях до нас, это было, жизнь была тяжелая, да, было постоянно, предлагались огромные усилия во всем, была большая смертность, была большая опасность вокруг, были сложности финансовые, было очень много сложностей, люди считались более счастливыми, когда, как ни странно, не было, что каждый второй принимает антидепрессионные медикаменты, в наше время, человек все, он доходит до какого-то тупика, и тут только медикаменты, только таблетки, только это, все, что он может спасти, потому что мы не привыкли, что нет, есть, есть рецепт, единственный, как действительно избавиться из этого изнутри, это начинает работать, начинать бороться с этим, и каждый человек может выбрать какую-то сферу, это молитва, моя концентрация на молитве, взять что-то маленькое, небольшое, первое благословение, да, и то же самое в учебе, то же самое с отношением к другим, брать какие-то небольшие цели, которые действительно, я могу их осилить, и там прилагать мои усилия, после этого, когда человек понимает, если у тебя могут быть два человека, которые несут очень тяжелый груз, и один из них поет, танцует, а другой постоянно жалуется, и когда тот, кто жалуется, спрашивает, как ты можешь быть в таком хорошем настроении, он говорит, знаешь, что внутри, знаешь, что внутри, внутри, это, это, наполнен золотом, драгоценностями, и когда он это понимает, другого это понимает, он тоже начинает, это был тот же груз, это было то же усилие, но все вопросы, насколько мы понимаем, что, чем мы занимаемся, в этом смысле, даже физические упражнения, некоторые, опять же, молодежь иногда, она тяжело мотивировать для каких-то вещей, которые, опять же, прилегаться нужно усилия, да, я тоже сам для себя понять, что вот, когда я начинаю заниматься спортом, заниматься какими-то, смотреть за здоровым питанием, вещи, они, каждый момент, я могу показать, что у меня есть какая-то борьба, есть какое-то усилие, да, я не иду за своей, желаниями, за своим, за быстрым наслаждением, я контролирую себя, эта борьба, это, человек уже начинает чувствовать, вот это вот наслаждение, это счастье, и, опять же, каждый из нас знает, что действительно тяжело для меня, что действительно тяжело для меня, и здесь нужно подчеркнуть, что у нас будут времена, где мы будем падать, да, это, 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 это нормально, шива, ипл цадиквикам, человек, праведник, он семь раз упадет, и праведник, он встанет, праведник сказано в конце, когда ты упадешь, и ты встанешь, и ты будешь вставать, ты праведник, это процесс, как мы, наверное, уже говорили, что есть известная песня, сказано, что весь этот мир, это как узкий, узкий мост, и самое главное, это не бояться, вопрос нужно было бы задать, почему не бояться, и главное не упасть, это узкий, узкий мост, я должен по нему двигаться, вот этот мир, он полный опасностей, полный каких-то, неприятных сюрпризов, и тут нам нужно сосредоточиться, чтобы не упасть, почему сказано, главное не бояться, а то, потому что я упаду, да, обычно так, это жизнь, мы будем падать, но главное, встать и продолжать дальше, и главное не бояться, потому что если я буду бояться, я никуда не сдвинусь, я буду сидеть в моей конуре, я никогда, никогда не смогу подняться выше и дальше, но если я знаю об этом, я знаю, мы идем, я встаю, я продвигаюсь, Рафутнер говорит, что человек мерится, его действительно, его высота, его духовная сущность, как он реагирует, после того, как он упал, вот опять же, яцерара, то, что внутри, оно постарается нас, чтобы у нас была грусть, у нас была депрессия, мы не хотели ничего больше, и тут мера, этот критерий, как мы ведемся, после того, как у нас не получилось, это опять же, показывает человека сущность, в, Большом, то говорил, что нужно сосредоточиться, на молитве, которую мы говорим утром, перед Шма, сказано, на ават олям, или авараба, ашканас иисфат, что у Ашема, потрясающе, любовью, вечной возлюбил ты нас, или любовью великой, у нас Ашем нас потрясающе любит, мы не можем себе представить, насколько его любовь к нам, и закончим сегодня на истории, в книге Коби Леви, рассказывается, в настоящей истории, есть целая, целая книжка об этом, но мы расскажем быстро, Ронни Кацрын, он служил в армии в Израиле, у него, перед ним была большая карьера, и он сражался в Ливане, на других войнах, были, он спасал своих друзей, раненых, и там у него, он отличился, очень большой доблестью, но когда ему предлагают, его уговаривают продлить его, службу, он говорит, нет, для него это было тяжело, хватит, это было тяжело, он хочет, возвращаться к нормальной жизни, и после этих нескольких лет, в армии, он возвращается, и со своим другом, на тоннелем, они решают, другие улетают в Индию, в Шанхай, в другие места, он решает, поехали в Русалим, это наш город, это за то, что мы боролись всегда, это наша история, давай познакомимся, ближе с этим городом, в Руни, на тоннель, они садятся на машину, они приезжают, они хотят в старый город, кодекс, они плачут, и они оставляют машину, в городе, садятся на автобус, чтобы подъехать прямо, прямо в старый город, и, как всем это слышали, об этой страшной истории, второго номер два, автобуса номер два, когда они там сидят в автобусе, они разговаривают, они замечают, что какой-то подозрительный человек, садится прямо около них, с большим рюкзаком, но у них нет времени, задуматься об этом, потому что в следующую секунду огромнейший взрыв, этот террорист, он, у него был рюкзак, наполненный защищатыми веществами, но кроме этого, наполненный гвоздями, чтобы как можно больше людей могли бы пострадать, потому что эти гвозди, они вылетают в разные стороны, и даже если взрыв сам не мог дойти туда, то эти гвозди могут туда попасть. Он сидел полметра от них, восемь человек погибли, и десятки и десятки раненых, очень тяжело ранены. Ронни, он попадает в больницу, в Гадаса, и неделю он без сознания, там операция за операцией, операция за операцией, и когда он через неделю открывает глаза, его мама перед ним, и она плачет, и врач начинает объяснять, что произошло, он ничего не помнит. Он сказал, что за последнюю неделю бесчисленной операции ему удалось вынуть 99 гвоздей. Это было совершенно чудо, как это произошло, что за... Он сидел полметра от этого террориста, 99 гвоздей, которые были в его руках, ногах, в его животе. Он говорит, в общем, там есть еще один гвоздь, он попадает в его... над его... около его уха, около... в голову. Он вошел очень глубоко в кость, и он говорит, что он чувствует его, он потрогал свою голову, он чувствует, как этот гвоздь влезает оттуда. Он говорит, что они боятся его вынимать, потому что это может поведить мозг. И... первый вопрос, это где Нитанель? Он говорит, Нитанель, он сидел рядом с тобой, ему попал один гвоздь, один гвоздь полетил в его сторону, обвое его сердце, и хотя его призвали в больницу, но они ничего уже не могли с ним сделать. И это для него огромнейшее... Он начинает плакать, и врач его мотивирует, он говорит, что около 12 месяцев он надеет, что вся эта визотерапия, они смогут его опять, конечно, научить ходить, научить двигаться, и потом он сможет вернуться к нормальной жизни. Это чудо, что он выжил. И тут Ронни начинает задуматься, как это может быть? 100 гвоздей попадает в его тело, и один гвоздь попадает к его другу. И все это время, как врач сказал, 12 месяцев он очень... он работает каждый день, чтобы научиться всему, все сначала, чтобы все его... все его тело начало работать, функционировать. В конце концов, он выходит, родители его ждут, но он звонит, он говорит, что нет, у меня другие планы, я должен поехать в Иерусалим еще раз. Он едет в Иерусалим на такси, таксист очень молчаливый, и первое, когда он едет, что-то на армейское кладбище на... около... Ят-Вашем. Там он идет к могиле на тоннеле, и он не может остановиться плакать, и он... он... говорит, что он хочет, чтобы что-то сделать для него, чтобы... чтобы его память осталась. После этого он сидится в такси и спрашивает таксиста, что у меня есть вопрос, у меня есть большой вопрос к раввину. Мне нужен какой-то большой раввина, который может мне помочь. И таксист смотрит на него, говорит, у меня есть для тебя раввин. Говорит, вот, у меня есть свой раввин, который я могу всегда к нему прийти, он всегда свои ешива, он... эм... следит со всеми к ним, говорит, Талмуда, и он очень отзывчивый, он сможет найти правильный ответ на твой вопрос. Хорошо, отвези меня, к нему. Он привозит, он привозит к этому месту, говорит, что посмотри, может быть, это ешива, если он дает урок, подожди, потом зайти в офис и сможешь с ним поговорить. И действительно, он доходит, Раф Рувени, дает им урок, он прямо в середине урока, Рони садится сзади на скамейку и смотрит, как проходит этот урок. И он, Раф Рони стоит, Рашишила стоит, вот этот, Талмуд Хагам, и он рассказывает, комментирует, депритирует тяжелую томатическую сугью, тему, Рони не понимает ни слова, ни полуслова, он не понимает, о чем вообще речь, но он видит, как ребята, как пожилые, молодые, кричат на этого Рашишила, он отключает им туда-сюда, есть целый агонь, есть такая борьба, есть такое, он никогда такого не видел. Он зашел именно в середине этой лекции. Лекция кончается, и он приближается к Рашишиве и скажет, что у него, если можно, спросить вопрос, Рашиши первое, что он делает, он снимает свою шляпу, берет свою кипу, кладет ее на его голову, говорит, обратно, он говорит, конечно, заходи, заходит в маленькую комнатку, они садятся, и тут Рони начинает делиться все свои истории, все свои жизни, что он прижил на войне, и последнее, что его мучает, как это может быть, что он выживает со ста гвоздями в своем теле, его друг с одним гвоздем его нет. Что это значит? И Робруни смотрит на него, он говорит, что я вижу, что у тебя, если ты здесь, ты пришел сюда, и ты ищешь, у тебя есть особая душа, ты особенный человек. Если ты хочешь действительно ответ, ответ вот здесь, вот в этих книгах, там есть твой ответ. Ты нужно приходить, начать учиться, и ты, как ты избавился от гвоздей, так же ты избавишься от этого, ты найдешь ответ на свой вопрос. Когда Тора войдет в тебя, это будет ответ на твой вопрос. И он настолько впечатлен той теплотой, той атмосферы, которая в этой ищеве, он решает, он сделает этот шаг, он прыгнет в эту ищеву, он снимает маленькую комнатку и начинает учиться с утра до вечера. Ему дают специальных хаврут, специальных напарников, которые начинают с ним с нуля. и так они каждую неделю, каждый месяц он начинает догонять, начинает навестать, он уже начинает понимать, о чем идет урок. Он готовится, он повторяется несколько, десятки, десятки раз. И так, через 4 месяца он уже готов к этому уроку, который будет дать Руши-Шива, и он слушает и принимает каждое слово. И здесь Руши встает и он говорит, что сейчас я задам три вопроса на Рашба, на одного из известнейших комментаторов Талмуда. Абшломи Бенадерет, который жил тысячи лет назад, он говорит, первый вопрос, как этот Рашба можно спрашивать на Тософот, на других комментариев, второй на Раши. Но третий вопрос, это противоречие в сам Рашба, в сам комментарий Рашба. Вначале он начинает так, он кончает так. Как это можно понять? Это теперь все садитесь на места и придите ко мне с хорошими ответами. И они возвращаются, все ребята, все, все Ишивана возвращаются и начинают каждый с своим напарником стараться найти первое, второе, третье. И Рашуни, это напарник, этого Ронни, он говорит, что окей, на первый вопрос мы можем сказать так, так и так. На второй вопрос мы можем ответить так, так и так. И Ронни слышит это, он у него прямо такая зависть, белая зависть, он говорит, ему хотелось бы тоже так, чтобы он найти такие красивые ответы, но тут он останавливается, он говорит, что на третье, на это противоречие, это выше меня, это я не вижу, как на это можно ответить. И тут Ронни, он уединяется, он говорит, что я хочу найти на это ответ. Он начинает думать, 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 он ходит в сторону другу, другу, и он так проходит часами, пока он полностью, он повторяет все, он проходит еще раз, еще раз, в конечном итоге он кричит, Рав Гершуни, Рав Гершуни, у меня есть ответ. И он бежит, он бежит к нему, он садится меня, слушает, и он начинает ему говорить, что на самом деле ответ на третий вопрос, он отвечает тоже на первый, второй. И не как вы сказали, а это открывает новый свет на всю эту тему. И он начинает ему говорить, и он видите, что Гершуни его не слушает. Он говорит, что? он говорит, Рони, ты весь в крови, и я говорю, ты весь в крови, у тебя вся рубашка, вся голова у тебя вся в крови. И тот говорит, не важно, ты слушаешь, что я тебе говорю. И он говорит, и пригодит Рушишива, и Рушишива слышит его ответ, он говорит, что это гениальный ответ. Они хватают его в скорую помощь, они приезжают туда, и в конечном итоге они видят, что этот гвоздь, который у него был внутри, он вышел сам по себе. Этот гвоздь, который был страшный, он выходит без каких-либо повреждений, и он, как этот Ронни, у него до сих пор есть, он в таком стеклянной коробочке, называется гвоздь Рашбы. Гвоздь Рашбы. Эти усилия, это наш путь к счастью. Нефилот, когда мы падаем, это не должно нас останавливать, мы должны вставать, мы должны идти вперед, и это путь к счастью. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...